По мнению мужчины, в самом расцвете сил, который был вооружен не только пропеллером, но уже жил на крыше, 6 тортов и одна свеча – это, конечно, лучше, чем наоборот. Но в истории с долгожительством прецедента 900 эфиров, которые остались позади, это значит и 900 свечей. Такой нагрузки не выдержит даже самый большой торт. Поэтому мы ограничились только одним тортом и нашими воспоминаниями о том, как это было в сотый, пятисотый и девятисотый раз. Первый эфир прецедента, который пришелся на август 95-го – это время новых телевизионных надежд. Всего несколько лет назад монопольный круг немногочисленных государственных каналов разорвали сначала десятки, а потом сотни коммерческих телекомпаний по всей стране. Часто они работали наивно, с дефицитом профессиональной хватки, но самое главное – не скучно. Это было золотое время телевидения, когда нас смотрели просто потому, что это что-то новое, это что-то другое, нам даже не нужно было что-то изобретать. Без этого человека прецедент вообще вряд ли бы появился на свет. В начале 90-х Яков Лондон был не просто рулевым четвертого канала. От него без ложной скромности во многом зависело становление негосударственного альтернативного ТВ в Новосибирске. Почему именно прецеденту удалось пережить не только большинство телевизионных проектов в 90-х, но даже и уход со сцены прародительской телекомпании? Изнутри все это кажется цепью субъективно-объективных случайностей. Программы, они же как люди. Они рождаются, взрослеют, стареют. Бывают, бывают. У каждого же своя судьба, как у человека, так и у передачи. Итак, включай, 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 включай. Включай уже, да, включай уже, включай. О чем идет речь? Это первый выход в эфир, первый крик ребеночка. Поэтому мы, обращаясь к этому моменту, говорим о том, для чего была создана программа. Сейчас, мне нужно чуть въехать, чуть въехать, потерпи, потому что я тоже не могу прямо так с листа вот так вот оно. Сейчас, поехали. Так, шестой, да? В чем состоит миссия программы? И мы видим так адвокатское ее наполнение и адвокатская ее суть. Ох, это уже интереснее. Так, и что здесь было бы, и как бы ты поступила бы? Если на нее полагаться, вот на Сатурн, я тебе могу сказать одно, что жить тебе до 30. До 30? Да, да, до 30, нет, да, 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 до программы. Вот хоть так, хоть эдак, но все равно выход на то. Передача подсказывает, передача направляет, передача защищает. Видно, актуальность вопросов, которые ставятся, продолжает быть весьма высокими. С юбилеем желаю успеха, желаю не терять той остроты и, самое главное, справедливости. Если мэр настаивает. Да, 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 да. Девятьсотый выпуск – это время очень такое продолжительное. И для такого одиозного и неоднозначно принимаемого, особенно со стороны органов власти, я считаю, что это дорогого стоит. Я от души хотел бы от своих коллег поздравить. Программа актуальная, честная, программа жизненная. То есть то, что сегодня и востребовано людьми, то и происходит на вашей программе. Если есть проблемы, ее надо решать. Если она не решается, то о ней надо говорить и добиваться, чтобы она решалась. Я считаю, что это основные качества, почему наша программа живет. Здравствуйте, в эфире «Преприндец». Говорю, 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 говорю. Да, а что, уже съемка началась? Давай быстрее! Да, я считаю, что так. Я краснею, а он смеет. Не знаю, вам-то венеет. Безграмотность многих наших соотечественников продолжает. Что это? Признание в любви, что ли? Улыбается девочка. Я улыбаюсь, да, что делать-то? Телевизионная программа все равно, что ребенок. Он живет, развивается, ошибается и делает выводы. И, может быть, с профессиональной точки зрения, первые эфиры «Прецеденты» были и далеки от совершенства. Но, тем не менее, очень ярко иллюстрировали то, чем именно жила страна в середине нулевых. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск тележурнала о защите прав потребителей «Прецедент». Выпуск необычный. Соты. Это значит, что за два с половиной года мы встречались с вами в эфире сто раз. Наш рейд по вещевому рынку на площади Маркса был частью привычной работы для майора милиции Алексея Заева и его коллеги из отдела по защите прав потребителей Ленинского района. Надо голову, есть, но у меня нет с собой. У меня нет с собой. Вообще ничего нет. 50-60% торгующих документов предпринимателя на этом рынке не имеют. Отсутствие документов у такого количества продавцов, конечно же, не случайность и не урок судьбы. Это огромные деньги, которые не подвергаются налогообложению и проходят мимо бюджета, как в бездонную яму. Вопрос же о том, в каком количестве и куда текут эти деньги, отнюдь не из разряда риторических. Ответ на него знают очень многие в Новосибирске. Первый автор программы – это все равно, что первая любовь. Сергей Плесак, известный в Новосибирске телевизионный журналист, это именно он в середине 95-го первым сказал «Здравствуйте, в эфире программа «Прецедент». Сказать, что эта идея моя, это будет неправильно. Эта идея не моя, идея общая, коллективная». Свою тогда вице-президент телекомпании «НТН» Яков Лондон. И название его было, и надо отдать ему должное. Он усмотрел вот в той сценарной заявке, в той идее, с которой я к нему тогда пришел, на будущее событие. Одна из главных задач, которую мы стояли перед собой – внушить людям, что не мы существуем для работников торговли, а они для нас. У этой программы в принципе не может быть никакого срока давности. 900 эфиров – это значит и 900 свечей. Такой нагрузки не выдержит даже самый большой торт. С профессиональной точки зрения первые эфиры «Прецедента» может быть и далеки от совершенства. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вы местные жители? Нет. Если я не ошибаюсь, вы отец? Нет. Недавно? «Прецедент»? Я-то что-то вас не помню так визуально. На самом деле я не журналист, тиректор программы. Он сказал, что поехали. Выгодил его очень двояка. Постоянно сей разумное, доброе, вечное на небе правовых познаний «Прецедент» стремился делать это нескучно. Поэтому и идея создания своего игрового сериала тоже родилась как-то играючи. В этой мыльной опере недотёпы Иннокентия Серединкина постоянно обманывали вороватые дульсинеи прилавка. На самом деле у «Прецедента» было целых три – Иннокентия Серединкина и даже одна – Изабелла Серединкина. Номер один – это Сергей Кухарук. Образ нашего героя создавал именно он. Какой-то должен быть образ, такого полноватого человека, у которого что-то не получается. Ну, как-то так поняли, что ко мне подойдёт. Но Иннокентий в его исполнении так и остался только в рабочих материалах, не вышедших в эфир. Я оказался мифическим Серединкиным. То есть как бы родоначальником. Из мифов. Для нашей аудитории настоящим первым Серединкиным стал Кирилл Тархов. Мне на самом деле было просто интересно. Потому что я себя хотел проверить, насколько я соответствую такому типу человека, как себя вести. Знакомьтесь, Иннокентий Дубль-2, Константин Ерлуков. Надеюсь, мы больше не будем серединки на ней. А, отлично. Всё. Просто каждый раз эти снимают. Ты представляешь? Извини, я с бородой такой уже там... И вот, наконец, она – звезда новосибирских театральных подмостков. Зоя Терехова. То под личиной вороватой Дульсинеи прилавка, то в образе обманутой жертвы. Заслуженные артистки России всё было по плечу. Меня обмануть, честно. Все ждут 1 апреля, чтобы меня наколоть. Все. Потому что я верю всему. А, да ты что, правда? Зоя, ну такой сейчас тебе нужно верить. Одним из псевдозлодеев прецедентовской мыльной оперы, казалось, ещё недавно, был Сергей Пиоров. Очень мало времени. Понимаете, в чём дело? А-а-а! Ты что, ты что снимаешь? Ты силу-то рассчитываешь. Теперь тому, кто когда-то обвешивал и обсчитывал в прецеденте, региональные телевизионные радости уже не по чину. Он – брутальный баллист-трассолог из раскрученного криминального сериала на федеральном канале. Следы нареза на пули, извлечённые из тела убитого Гуликова, совпадают со следами на пули, выпущенные во время контрольного выстрела из пистолета майора Лисицына. Короля, конечно, делает свита. Но именно автор программы является её лицом. К одному из наших юбилейных эфиров мы даже поискали моего двойника. Если вы считаете, что похожи на автора и ведущую программу прецедент Светлану Воронкову, у вас есть шанс принять участие в съёмках трёхсотого юбилейного выпуска программы. Вы когда-нибудь так кардинально менялись или нет? Нет, это первый раз настолько кардинально. Кого ты мне напоминаешь? Тётя! Алексей, ну как, вы довольны результатом? Да, конечно же. За исключением, конечно же, лицо не исправить полностью. Как вы считаете, укладка, макияж, два серых костюма помогли нам решить нашу проблему? Ну, я думаю, что да, это полось. Хоча бы сгладить те самые такие неровности. Здравствуйте, в эфире трёхсотый юбилейный выпуск программы прецедент. И, как всегда, проведу его я, Светлана Воронкова. А давайте рука опять появится, а потом зажигалкой рука появится. Ошибайтесь, подзапивайте. Я галстук-то держать буду. Опытные строители, ну, мне не нравятся. Когда дует. Всё, всё, о, не дует, опять дует. У вас целый день работа сложная, да? Понимаете, во всех цивилизованных странах закон на стороне потребителей. О чём всегда у нас говорит программа прецедент, да? Ну так, всё, хор? Ну ладно. Ну всё, поджигаем. Такая серьёзная информационно-аналитическая программа, как прецедент, вроде бы и не приемлет фремольности. Но самоирония по отношению к себе ещё никогда и никому не мешала. Поэтому на 15-м году жизни прецедент, наконец-то, научился читать стихи и даже петь. Осенью в дождливый серый день Пробежал по городу злодей Он бежал копытами стуча Задавая лихо стрякача Беги, беги, злодей Беги от прецедента Не выжидай, злодей Удобного момента За руку будешь шлачен Раскрытый, озадачен Беги, беги Из города злодей Неужели на том и конец? Конец, конец Концы буду Когда бал правит Сирости бездушья И хамство демонстрирует мурло И на упрёке затыкают уши И не хотят сочувствовать и слушать Сидя в ответ Заносчивое зло Иди туда, где встретишь понимание Где выслушают и дадут совет И станет неизбежным наказанием Виновников вполне реальных бед Помочь всем нам Вы от души готовы К сложный для нас, критический момент Спасибо вам, Светлана Воронкова Тебе спасибо, зоркий прецедент Когда кто-то говорит, что у нас слишком злые сюжеты Я говорю, что прецедент это не рубль Чтобы всем нравится Поэтому у нас есть даже свой хит-парад личностей Которые в буквальном смысле Убегали от съёмочной группы прецедента Третье место нашего хит-парада Занимает бывший архитектор Центрального района Александр Булавин Который в июле 2010-го Был задержан при получении взятки В 300 тысяч рублей О происхождении этих денег У экс-чиновника Мы пытались полюбопытствовать В тот день, когда его выпустили под залог В 1 миллион рублей Александр Павлович, можно задать несколько вопросов? Второе место и наше любимое видео Это погоня за Юрием Алексеевским Начальник УДС-мэрии Не смог удовлетворить наше любопытство Относительно шалости с весовым контролем На новосибирских дорогах Ой, не отвлекайте Ничего страшного Когда мы прецедентом разговаривали Обезьяна, убежала Улетела, просто нет Мы не ответили на наши официальные запросы У подушка, как лягушка Устакала, вот у меня Будьте добры, ответьте на мой вопрос Не волнует Он сказал Поехали Он взмахнул рукой Словно вдоль по Питерской, Питерской Транется над землей Но пальму первенства нашего хит-парада Мы вполне заслуженно отдаем Главе администрации Ленинского района Здравствуйте 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 Мы попросили с Пономарёвым Скажи, что он не имеет права Да ну что Он убежал от нас Уж больно исчезновение за дверью Евгения Пономарёва Напоминает кадры Любимого советского киношедевра Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, сейчас Тося Завели лицу Он меня убьёт Безусловно У Новосибирска Уже есть Твои знаковые приметы Оперный театр Зоопарк Академгородок Возможно Одной из них Когда-нибудь станет И фирменный стиль прецедента Но уверенно можно сказать и сейчас Что программа Вписала свою страницу В историю Новосибирской журналистики В следующем году Нам будет уже 20 А через два года Страшно сказать В эфир выйдет Уже тысячный выпуск Нашей программы А сегодня Мы были в эфире 900-й раз Увидимся Через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok